он родился в 2002 году тогда многие его не понимали многие считали что он чудовище я познакомился с ним недавно пару месяцев назад но уже тогда я мог определить его одного из половины тысячи он был мне другом мы проводили тяжелые секунды моей жизни вместе он помогал сократить переход даже не верится никто бы не подумал что в какой-то момент случайные три хода могут так сильно повлиять на чьи-то жизни но они повлияли из того момента я больше никогда ему не видел и никогда его не увижу очень тяжело терять друзей очень тяжело терять две трети своих зи зи би это прекрасный подход к сборке кубика с помощью зи белого вместо того чтобы учить и пытаться определить порядка 470 алгов нам придется выучить всего лишь 150 и будут выпадать всего лишь 150 вспомним зи зи а в зи зи а мы собирали последнюю пару засовывали ее и в идеале выполнять зи белого но проблема зи белого в том что их 450 с лишним и учить их все неудобно выполнять их все определять их все ужасно поэтому вместо того чтобы собирать и выходить всегда на зи белого мы можем специально загнать последнюю пару таким образом что мы выходили всегда на какой-то определенный набор зи белого зи зи би подходит к этому своим способом для того чтобы контролировать выпадающий случай зи белого зи би применяет так называемый фейзинг фейзинг позволяет расставить ребра на последнем слое так чтобы ребра одной пары то зеленый синий и оранжевый красный стали друг напротив друга в этом случае ребра стоят не напротив друг друга то есть зеленый рядом синим и оранжевый рядом с красным этот случай плохой так как мы применяем фейзинг он нам никогда не выпадет всего случаев где парные ребра красный оранжевый зеленый и синий стоят друг напротив друга в три раза меньше чем случаев зи белого в общем это значит что количество вводающих нам случаев будет сокращено в три раза и так как работает фейзинг мы собираем последнюю пару абсолютно обыкновенным способом и теперь вместо того чтобы засунуть случайным образом у нас плохой случай мы смотрим на расстановку ребер а желательно вот эти три в зависимости от расстановки ребер мы можем понять какой алгоритм на слое применить чтобы выпасть на хороший случай в этом случае мы освоим пару через два и теперь красный стоит напротив оранжевого и зеленый напротив синего на самом деле алгоритма фейзинга всего лишь три и они настолько простые что запоминать их не придется единственное что в них может быть не очевидно это определение но оно тренируется и моментально учится в принципе это все чем отличается зи би от зи а я посвятил ему отдельное видео потому что он кажется очень важным и эффективным и о нем забывать нельзя хотя о нем почти никто не знает он может сильно помочь в выучивании зи билл конечно есть зи би и проблемы во первых зи би требуют от нас собранные пары находящиеся сверху существуют некоторые алгоритмы и случаи которые собираются сразу слот допустим этот и для того чтобы контролировать ребра последнего слоя нам придется вытаскивать пару смотреть на фейзинг и засовывать ее специальным образом чтобы теперь наконец-таки ребра стояли как нам нужно это неприятно и часто тратит лишние ходы поэтому придется либо переучивать алгоритм для пар либо в этом случае делать улл плл как обыкновенные люди во вторых фейзинг требует знания зи би л л а для всех случаев допустим если сейчас мы будем делать улл плл то фейзинг ни на что не будет влиять да у нас стоят ребра друг напротив друга но рыбка ребра переставляет и теперь зеленый стоит рядом синий а красный ряд с оранжевым учить специальные алгоритмы улл для того чтобы все ребра стояли всегда друг напротив друга вне зависимости от улл а бессмысленно да и плл не настолько то и сложный этап чтобы не выучить там все алгоритмы с другой стороны и это самое важное мы значительно сокращаем количество случаев и соответственно время определения больше того мы зная расстановку этих двух ребер уже гарантированно знаем расстановку этих двух что ускорит нам определение в конце концов зи би это прекраснейший метод он позволяет сократить количество зи би л л в в три раза и чрезвычайно поможет всем кто зи би л л и учит да нам придется замедлиться чуть-чуть на определение последней пары нам придется немножко потратить время для того чтобы засунуть но правильно засунув мы можем собрать последний слой за один алгоритм при этом сильно ускорив себе определение и в разы уменьшив количество случаев и количество алгоритмов для них вы смотрели mpca production хороший сборок